Всех приветствую! Давно не было прогнозов, поэтому сегодня сделаю небольшое дополнение. Честно говоря, не все так ясно, как хотелось бы, особенно по крипте, потому что крипта сейчас находится в дикой коррекции совершенно, форма ее не ясна. Честно говоря, вообще не знаю, что это такое, потому что вроде он растет коррекционный, падает коррекционный биток, и тут могут свозить куда угодно. Вообще никаких здравых идей нету, но так примерно можно накидать, что тут, например, формируется конечная диагональ примерно такой формы, потом полетим вниз. Второе, что мы туда даже не дойдем, что не запилим какой-нибудь треугольник вот такой, и потом вниз. То есть тут очень похоже, что это какое-нибудь А, Б, С, Д, Е, что-нибудь такое, вот здесь внутри попили. Короче говоря, явный боковик вырисовывается в этой зоне, и куда это выйдет, непонятно. Поэтому тут чистая лотерея, ничего не ясно. Но если посмотреть, например, эфир, в принципе, тут картина получше. Почему? Потому что здесь у нас довольно интересно все. Мы упали зигзагообразно, и мы можем сходить на вершину. То есть когда эфир 4.670 обновит, вот в принципе, можно подумать о шарте. Наверное так. Все остальное там совсем ничего не понятно. Ну, Litecoin, например, тоже упал коллекционно. И ему тоже путь вверх. Это совершенно не точно, поэтому тут угадайки на крипте, я даже не буду ничего гланговать. По доллару у нас интересная картина. Вот как я и говорил, все-таки мы идем выбивать эту вершину. Вот вопрос в чем? А как именно мы попробуем ее выбивать? Потому что здесь у нас остаются такие варианты, что мы пойдем либо конечный диагональ пилить, и полетим вниз, либо это сразу на 95, то есть сильно-сильно вверх, прям сразу вот отсюда вот. И получится интересная такая картина, что в принципе валюту надо покупать. Единственное, что как бы не прокатили сильно вниз, потому что по еврику страшная такая картина. Он, конечно, обновил, хотя нет, еще не обновил. Короче, еврик должен обновить вот это дно, и по идее он полетит вверх после этого. Только не знаю, что он может еще до пилитика в чем-то такое, вот такую диагональ. Короче, тут как на долларе зеркальная картина. Либо он, правильно, полетит на 1.14, что довольно страшно. Но если посмотреть фунт А, то он, по идее, сюда сходить не должен. Соответственно, он туда. Ну да, и это говорит о том, что, скорее всего, конечная картина на долларе основной вариант, и на еврике тоже. Остальные рынки там вообще дикий рост на S&P, это самый пузыристый рынок, он вообще никогда не падает. Ну, я не знаю, тут надо ждать какие-то коррекции, потом еще раз вверх пойдет. То есть ему там путь на 4.800. По золоту, по нефти, давайте начнем с нефти. Нефть отдала все-таки коррекцию, никаких треугольников тут нету, никаких конечных диагоналей тут нету, но смотрите, это зигзаг, это зигзаги, это зигзаг, что это такое? Туда, сразу туда, единственное, что непонятно, где здесь дно, но нефть пойдет на 86, а то и выше. Короче, надо покупать, осторожно покупать, ничего, никуда не смотреть, что она падает, это 4-я волна. А это 5-я, соответственно. Вот в нефти рост дикий золота тоже примерно. Туда золото раскочегарилось, вариант вниз, конечно, еще остался, но довольно слабый. Ну, вниз он пойдет, если оно пойдет, если только вот это будет так, треугольник. Ну, либо сразу вверх. Соответственно, золото покупать, как говорил, так и говорю, чем ниже упадет, тем больше покупать. Сейчас у нас критически говорят 1758, соответственно, все, что выше, это покупка. Вот такие примерно прогнозы. Короче, не обессудьте, но по крипте вообще нифига не понятно, поэтому надо ждать и никуда сильно не лезть. В общем, такие прогнозы и до следующей встречи. Спасибо. Спасибо.